Давайте несколько терминов в видео, нашу презентацию. Это вообще термин на английском, я не знаю, на русском они переводятся или нет. Есть понятие как Terminal Goal, это конечная цель. Да, у нас есть конечная цель. Есть такое понятие как Instrumental Goal, инструментальная цель. Да, я по-тупому на русский перевел, вроде, в принципе, суть не меняется. У нас есть конечная цель купить хлеб. Мы хотим купить хлеб. Для этого у нас есть инструментальная цель, чтобы пойти в супермаркет. Да, очень просто, чтобы купить хлеб. Мы не идем в супермаркет, чтобы просто пойти в супермаркет. Мы идем в супермаркет, чтобы купить хлеб и вернуться домой. Вот наша конечная цель. Поэтому мы встаем и идем на улицу. Вот и все, да? У нас есть инструментальная цель, которая служит для того, чтобы сделать конечную цель. Идем дальше. И вот, как образование задумывалось, это я так прикидываю, да? И вот были умные ребята, и они создавали систему образования, которая сейчас существует. И, наверное, она задумывалась вот так вот. Да? Вы согласны, ну или нет? Есть конечная цель у человека. Это получить работу, начать компанию или проект, может быть, самостоятельно. Да? Решать проблемы какие-то, важные проблемы решать, учиться их решать у себя, в проекте, в стране, в обществе. Отвечать на какие-то важные вопросы, типа, существуют ли пришельцы, например, да? Или насколько велика угроза глобального потепления, да? Что будет, если все люди на планете одновременно прыгнут, например, да? Вот важные вопросы есть, вот нужно как бы исследовать их, отвечать на них. Устранять риски нужно, да, уметь. Искусственный интеллект развивается, он сейчас разведется настолько, что он нас всех убьет. Или не убьет, фиг знает, да? Надо же уметь исследовать это, изучать. Если ты погрузишься на подводной лодке, на какой глубины ты должен погрузить, чтобы тебя взорвало? Не знаю, тут надо изучать, смотреть. Хотя в прошлом году вроде произошло такое. Есть вот такие разные, есть конечная цель в итоге, да, у человека, который идет в образовании. Есть инструментальная цель. Да, то есть те вещи, которые придумали, чтобы люди получали конечную цель. Это получить диплом, сделать домашку, получать пятерки, сдать экзамены, посещать уроки, да? Идешь на уроки, получаешь пятерки, сдаешь экзамены, оценку, и так ты идешь до диплома. Это твоя инструментальная цель, верно? Мы же не идем в супермаркет ради того, чтобы идти в супермаркет, правильно? Что нам там делать? Мы получаем пятерки, мы хотим получать пятерки, посещать уроки, оценки, получить диплом, чтобы сделать что? Чтобы сделать вот это, наверное. Да, у большинства из вас, когда мы с вами общаемся, мы каждого из вас спрашивали, какая ваша цель? Нам очень важна ваша конечная цель. Каждого из вас, который сюда поступает. Большинство из вас это получить работу, да? Пойти. Это хорошая цель для начала. То есть среднестатистически, я всегда обычно говорю, не надо открывать компанию или проект после того, как ты закончил обучение. В среднем лучшие компании, стартапы, они создаются после 30, после 40 лет. Вот поэтому хорошая цель это отучиться и пойти работать. Трудоустроиться, работать, научиться много чему там, 10 лет поработать, а потом уже открывать какую-то свою компанию. И большинство из вас, как мы с вами разговаривали, это получить работу, цель. И вот это, это наша инструментальная цель. Это не наша конечная цель. Поэтому ты идешь в школу и учишься, да? И в чем проблема здесь заключается? Возможно, вы уже догадываетесь. В чем здесь проблема? На мой взгляд, дальше. Проблема вот такая получается. Да, то есть люди, учащиеся обычно в нашей системе образования, они слишком много фокусируются на инструментальную цель. Да? Если мы назад сделаем, то есть, нет, назад. То есть мы уже не особо думаем, а там, как решать проблемы, как решать задачи, как отвечать на вопросы, исследовать, анализ, самообучаться. Мы слишком много фокусируемся на инструментальную цель. Типа, вот, короче, главное бы получить пятерку, урок, дать домашку, экзамен или главное бы получить диплом, да? И вот он, когда мы слишком много внимания уделяем инструментальным целям, они становятся конечными целями. Да, то есть ты уже не смотришь, что дальше у тебя там. Ты такой, короче, вот это главное и все. Поэтому появляются вот такие вещи, да? Ты слишком много фокусируешься на инструментальных целях, второстепенных целях. И поэтому ты начинаешь списывать, гуглить, чать GPT, давать взятки, покупать дипломы и так далее, так далее, так далее. Да, коррупция возникает. Хотя, если вот логический вопрос задать, человеку, который покупает диплом, тебе зачем диплом? Да, вот, просто вопрос-вопрос-вопрос. Чтобы что? Получить работу. Чтобы получить работу, наверное, да? Ну, вот, ты купил диплом, думаешь... Дальше развивать карты, наверное. Дальше развивать карты. Да, 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 да. То есть... Спецификат на стенке на работе. Да, 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 да. То есть, зачем? То есть, она поможет тебе начать получить работу или нет, да? То есть, к сожалению, вот так сложилось, да, вот многие-многие годы. Это сейчас мы такие умные об этом говорим, но это, на самом деле, большая сложная проблема, да? Когда все вокруг тебе говорят, тебе нужен диплом, родители тебе говорят, давят и так далее. Блин, сложно что-то сказать, да, когда ты ребенок. Поэтому... Назад. Вот, в итоге, что мы делаем? Мы делаем вот так вот. Да, мы просто убираем... Все инструментальные цели убираем. Да, мы говорим, короче, вы сразу печете хлеб. Я не знаю. Нужно ли для этого пойти в супермаркет? Я не знаю, решайте сами. Нужно ли для этого посеять пшеницу и вырасти пшеницу, и сделать из этого хлеб? Я не знаю, решайте сами, короче. Мы убираем все инструментальные цели, да? У нас нет домашек, вы уже в курсе про наш формат, мы уже вам тысячу раз про это рассказывали. У нас нет домашек, уроков, оценок, экзаменов, расписания. У меня ничего из этого нет, на что сбивало бы вашу цель, ваш фокус, да? Ваша задача – это научиться делать проект, решать проблемы. Это что действительно важно на работе.